Иван, здравствуйте, рада вам, как всегда, в эфире Freedom. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, это очень взаимно, спасибо, что пригласили. Интересно, что на заявлении Нэнси Фазер, Министерство внутренних дел Германии, Мария Захарова, пресс-эташе, Министерство внутренних дел, иностранных дел России, отвечала в своем традиционном стиле, мол, это все ложь, и ничего такого не будет происходить, а западные партнеры еще больше и еще больше завираются в своих заявлениях об угрозе со стороны исламского государства. Что может предшествовать угрозе со стороны ИГИЛ для Европы? Господи, что может предшествовать? Трудно сказать. Бывают предупреждения явные, бывают предупреждения неявные. Выявляют угрозу на этапе планирования, на этапе реализации, или на этапе, когда, к сожалению, все произошло, и приходится реагировать уже на то, что произошло. А Мария Захарова отреагировала, в принципе, как вы сказали, классически, ничего нового. То есть такое обвинение между срочью, что все вы врете, что вы накачиваете ситуацию. Буквально две недели назад Владимир Путин точно так же реагировал на предупреждение Соединенных Штатов о потенциальной угрозе, причем о неминуемой угрозе. Он прогенерировал, можно так сказать, эту угрозу. Это для дестабилизации, для того, чтобы сорвать выборы, это все шантаж. Мы увидели, что угроза была более чем реальной, жертвы более чем серьезные. Ну, вот пока не учли урок, к сожалению. Но если говорить о том, что уже сейчас есть некие заявления об этой подготовке терактов, есть уже прецедент, который в Москве был, то зачем это сейчас? Чего хочет добиться сейчас и исламское государство, и вот эта угроза Европы? Это, я так понимаю, мы сейчас уже можем напрямую говорить о некой случке террористов с пока непризнанными террористами, российскими спецслужбами, для в том числе и дестабилизации в Европе. Ведь для России это достаточно сейчас может быть выгодно. Ну, смотрите, здесь трудно говорить о том, что вот есть случка, что они сошлись, потому что в террористической сфере нет постоянных союзников. Есть ситуативные. Враг моего врага – мой друг. До поры до времени интересно сотрудничество, после этого дороги расходятся. Какое часто бывало, это и в геополитике, и в отношениях между странами, и внутри страны политические отношения. Это все вот так вот связано. То есть есть интерес, есть ситуативный интерес – сотрудничаем. Нет интереса – все заканчивается. Не забывайте, что есть разные финансовые заказчики, вернее, кто спонсирует деятельность тех или иных формирований. Нет, например, чистой Аль-Каеве или чистого Талибана. Есть чистая организация, а есть много ответвлений, которые могут конфликтовать, скажем так, со своими основателями. Например, есть внутривидовые конфликты. Вот мне очень нравится, в кавычках, конфликт между ИГИЛом и Талибаном, где первые обвиняют последних в недостаточно ревностном соблюдении правоверных норм и так далее, что вы не настоящие, а мы настоящие. То есть там уже борьба идет по отдельным нюансам. Еще еще, кстати, обратить внимание на то, что именно во Франции сейчас подошли заявления о том, что достаточно высокий уровень угроз. И не так давно мы слышали очень много достаточно таких интересных заявлений от президента Франции Манюэля Макрона, в том числе и в вопросах поддержки Украины. Это могут быть взаимосвязаны сейчас какие-то события? Могут быть, но, еще раз, главное не спешить с выводами, потому что нужно дождаться более проясненной ситуации. Сейчас очень много чего непонятного, очень много разных заявлений. И не забывайте, что некоторые заявления могут быть пустыми, я имею в виду угрозы, они таки останутся угрозами, но не больше. А некоторые угрозы могут явно не прозвучать, но от этого менее влиятельными или менее опасными они не станут. То есть для спецслужб всего мира это угроза, особенно массовые мероприятия, такие как Олимпийские игры, летние, зимние, какие-то спортивные соревнования. Это просто действительно головная боль, где бы они ни проводились. В Соединенных Штатах Америки, в Европе. Это, еще раз, огромная головная боль, потому что огромное количество людей перемещается по миру, перемещается с разных континентов. Тяжело их отследить, тяжело проверить. Поддельные документы, краденные документы, склеенные фотографиями. То есть угроза просто колоссальная. Плюс угроза от своих же граждан, которые, например, 10-15 лет жили как нормальные граждане своей страны, а потом в последний момент стали сотрудничать с какой-то террористической организацией. То есть еще большая головная боль. Но еще самая, извините за тавтологию, большая головная боль – это одиночки. То есть одиночки, их невозможно предугадать, невозможно просчитать, раскусить, потому что он сам по себе, сам себе на уме. И только где-то случай, где-то оплошность его позволяет вскрыть на этапе реализации задумки каких-то планов. Долгое время, так говорят ваши коллеги, мир жил в таких тепличных условиях, ну как долгое время, несколько лет, на самом деле, в которых не было терактов со стороны исламского государства, в котором радикальные группировки были, по большому счету, побеждены, либо там частично обезглавлены. Можно ли считать, я к чему? «Нью-Йорк Таймс» сегодня, по-моему, была эта статья, заявляли о том, что в ИГИЛ воодушевлены тем, что произошло в Хрокус-Сити, успехом. Ну так это говорит журнал, так это, я так понимаю, видят в исламском государстве. Видят то, что получился успешный теракт, соответственно, это их воодушевляет на будущее. Большие такие террористические акты уже на территории Европы. Правильно ли я понимаю, что вот это время, когда... Тут война еще может наступать со стороны России. Тут еще, и если я правильно понимаю, террористические группировки, увидя успех, могут активизироваться в ближайшее время в еще больших масштабах. Вообще не исключаю. Вообще не исключаю. Почему? Потому что любой успех в любой деятельности, вот только ты начинаешь какую-то деятельность, и если тебе сопутствует успех, то это всегда окрыляет, всегда воодушевляет. Потому что кажется, что ты на абсолютно правильном пути, у тебя абсолютно правильная тактика, и ничего тебя не может остановить. То есть, а когда... Ну это по классике, в принципе, по психологии. А если первая же неудача, то, конечно, она охлаждает, она не мотивирует очень сильно. Вернее, мотивирует только очень таких сильных духом людей. Поэтому, еще раз, была первая удача, к сожалению, ну не кто, что к сожалению, но это первая удача была у ИГИЛа здесь, вот на Европейской части Российской Федерации. Я думаю, это воодушевит их. На дальнейшие террористические акты, как на территории Российской Федерации, так и на территории Европейского Союза. Здесь уже ход за органами полиции всех стран, за специальными службами, за разведывательными службами. И вот, действительно, огромнейшая работа у них впереди. Просто колоссальная. Пресс-секретарь Кремля Путина, Дмитрий Песков, говорил о том, что сделал ряд заявлений в отношении терактов в Крокус-Сити-Холл. Говорил о том, что Путин проведет совещание с силовым социальным блоком и с руководством Москвы. Будет обсуждать меры, либо уже обсудил, которые принимаются в стране и в конкретном городе после терактов в Крокус-Холле. Сделал такое заявление, что каких-либо контактов с западными странами сейчас нет, сказал Песков. И спецслужбы России работают по теракту в Крокусе самостоятельно. Ни о какой помощи других стран речи не идет. А правильно ли было бы российским спецслужбам сотрудничать со спецслужбами, ну, условно, французскими, немецкими, для понимания того, как в нынешнем виде действует эта группировка? Возможно, задержанные могли бы дать какую-то информацию. Ваше мнение? Ну, Российская Федерация, это вообще невыгодно, потому что все было провалено. Давай так, 100, больше сотни жертв, по-моему, 130 человек погибло, ну, где-то приблизительно так. Хвастаться особо, мягко говоря, нечем Российской Федерации, поэтому лишние глаза, лишние уши, которые будут присутствовать непосредственно на месте расследования этого акта, они могут скрыть какие-то дополнительные проколы в работе как правоохранителей, как специальных служб, так и, например, спасателей, администрации, там, других каких-то органов. Я думаю, что это очень может негативно сказаться, негативно повлиять, поэтому было принято решение. Мы сами разберемся, мы никого не будем привлекать, нам никто не нужен, то есть мы сами самостоятельные. Вот, я думаю, такая логика, скорее всего, присутствовала. Но обмен между спецслужбами, даже несмотря на войну, на вот такие просто крайне напряженные отношения между странами Запада и Российской Федерацией, по линии борьбы с терроризмом он все равно продолжается. Да, очень ограниченный, да, очень тонкий, чтобы не дать другой стороне какое-то дополнительное лишнее информации, там, чтобы не раскрыли свои источники или каналы получения информации, но, тем не менее, обмен продолжается. Вы, как бывший сотрудник правоохранительного органа Службы безопасности Украины, можете ли нам сказать, каким образом в городе, в котором действует, это мы отходим от темы угрозы для Европы, ситуация в Подмосковье, каким образом в области Подмосковья, где есть система распознавания лиц, где есть система безопасный город, где есть система поток, который отслеживает поток автомобилей, для наших зрителей объясню, как можно потерять из виду «Белый Рено», позволить ему проехать более 300 километров, по-моему, в сторону Брянской области. Реально ли это в области, в регионе, где отслеживание граждан автомобилей, ну, 24 на 7? Да, это действительно большой вопрос. Очень много было даже замечаний, я видел, от самих жителей Москвы, которые, мягко говоря, крайне удивлены тем, что в пятницу, вот с этой точки до, ну, точки, где произошел теракт, до точки задержания, они смогли проехать там за, по-моему, за 5 часов, и там даже была такая шутка, что из «Формулы-1» звонили, спрашиваешь номер телефона, потому что это просто нереально, ну, есть это, мы говорим, по практике, потому что это пятница, это заторы, каким-то образом они умудрились проехать это расстояние. Не готовы прокомментировать, но действительно с автомобилем, с номерами, с камерами распознавания автомобильных номеров и просто себе представить, что мог белый Рено, то есть это не просто какой-то, не знаю, автомобиль, там, не знаю, микроавтобус, весь он темный, номера были забрызганы, то есть масса людей на свои видеорегистраторы оттексировали этот автомобиль, он довольно броский, белого цвета, не сильно, мягко говоря, не сильным, большим объемом двигателя все равно как-то умудрился проехать. То есть здесь много уже версий начинается от постановки, заканчивая просто полной некомпетентностью российской спецслужб, но еще раз, делать какие-то выводы, что либо это полная некомпетентность, либо это полная постановка, я не могу, так как отсутствует огромное количество фрагментов информации, то есть можно брать чуть-чуть из этой версии, чуть-чуть из этого, ну и оставлять, конечно, что-то третье. Будем наблюдать за ситуацией. Иван, большое спасибо за то, что находите время к нам присоединяться и анализировать то, что уже известно на данный момент. Иван Ступак, военный аналитик, сотрудник службы безопасности Украины в четвертом-пятнадцатом годах, напомню, присоединился к эфиру «Фридом». Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин